Почелканье фотоаппаратов свыше десятка журналистов ожидали предполагаемого политеховского маньяка Виталия Манишина в коридоре Калманского районного суда. Его подозревают в убийстве 11 девушек и женщин в 89-м, а также 99-м и 2000-х годах. Напомним, обвиняемого задержали еще в 2023-м. Более года он находился в СИЗО. И вот, наконец, дело дошло до рассмотрения по существу. Калманский суд выбран не случайно, ведь именно в этом районе Виталий Манишин работал заместителем главы, решал вопросы газификации и ЖКХ. Что касается самого заседания, оно было открытым, несмотря на попытки стороны защиты удалить СМИ. Негативно отразится не только на подсудимом Манишине, но и условиях жизни его семьи, его гражданской супруги Лопиной Татьяны Васильевны, с которой они прожили более 20 лет, и его приемных детей, а также внуков. В ходе заседания также мельком подняли тему других гражданских дел, в которых фигурировал Манишин. Суд рассмотрел и это. Предположительно, речь идет о процессах, касающихся долгов. Например, в 2012 году на человека с такой же фамилией и инициалами подали иск касательно взыскания займа и процентов по нему. Виталий Манишин на заседании вел себя спокойно. Пряча лицо за капюшоном и ограничиваясь короткими безропотными ответами. Более того, даже сам согласился на продление его заключения под стражей. Пунктами АК, в части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, проколос статьями 228-255 Уголовного кодекса Российской Федерации, постановил меру пресечения в отношении Манишин на Виталию более 60 ноября 1970 года рождения, оставить прежнее в виде заключения под стражей и продлить ее на 6 месяцев со дня поступления в уголовное дело суд, то есть по 21 ноября 2024 года включительно. Следующее заседание о деле предполагаемого политеховского маньяка планируют провести 17 июня. В этот раз оно будет закрытым. Между тем, следователи все еще предполагают, что Манишин может быть причастен и к другим убийствам. Поэтому проверки продолжаются. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...